Григорий Алексеевич, здравствуйте. Приветствую вас. Мы программой «Сидния» приветствуем вас в Татарстане, где вы бывали неоднократно, в том числе и в статусе кандидата в президенты России. Если посмотреть на лагеря, либеральные особенно правые силы, то ощущение такой полной разрозненности имеется. И социологи вам и некоторым другим политикам пророчат вот те самые 2% и не выше. Вас это не насторажит, что именно с такого статуса? Это не настораживает по той причине, что выборов как таковых в России сейчас нет. В России сейчас авторитарная система с одним лидером, на которого работают все политически значимые средства массовой информации, которые контролируют весь бизнес, который есть в России. В этой системе не может быть ничего другого, может быть только 146% у того, кто сегодня является президентом. Мы полагаем, вы как ведущий экономист, как авторитетнейший специалист в вопросах экономики, должны были базироваться на людей экономически, так сказать, с бизнес-среды. Но вот последнее событие, это выдвижение Бориса Титова с его разглашением тезисов, подготовленным Столыпинским клубом. Соответственно, получается, что ваш электорат на глазах размывается? Это вас не настораживает? Нет, потому что люди, о которых вы сейчас сказали, что очень важно, люди, представляющие бизнес, как вы говорите, они ведь прекрасно понимают, что можно придумать любую программу. Столыпинскую, Ньютона, Маркса, Ленина, кого угодно. Но в этой политической системе, в системе, в которой, еще раз повторю, отсутствует независимая судебная система, в которой нет закона одинакового для всех, в которой, говоря о тех самых людях, которых вы сейчас назвали, нет прав частной собственности. Они прекрасно знают, что у них отберут эту частную собственность, если надо. И никакой Титов, и даже Гагарин им не поможет вместе с Валентиной Терешковой. Решение МОК об отстранении олимпийской сборной от Олимпийских игр. Как бы вы это прокомментировали, или более того, что это означает в дальнейшем? Ну, во-первых, мне очень жаль. Я очень сочувствую нашим спортсменам, особенно тем, которые потратили невероятное количество сил и времени для подготовки к Олимпиаде. Мне очень неприятно, что Россию лишили на этой Олимпиаде флага, герба, гимна и других атрибутов. И я считаю, что в этой ситуации каждый спортсмен должен сам принимать решение, будет он участвовать или нет. Я когда-то занимался спортом, и я бы в таких условиях не принял бы участие. Но это лично мой выбор. Хотел вас спросить о ситуации с татарским языком. Вы, конечно же, в курсе той полемики, которая развивалась, и чем все закончилось. Не будем повторяться. Многие эксперты склоняются к тому, что речь даже не о языке, а что это политическая на самом деле проблема. Язык – это всегда политическая проблема. Это настолько крупная культурная проблема, что она всегда является политической. Отвечаю я на этот вопрос, исходя из собственной жизни и собственного опыта. Я родился в Украине, учился в Украине. Я учился в русской школе, потом в украинской школе. Отец сказал, что я должен учиться в украинской школе, чтобы знать и понимать культуру и язык земли, на которой я живу, и хлеб, который я ем. Я думаю, что то, что происходит сейчас с отказом от обучения татарскому языку, это просто бюрократический раж, очень неумный и очень ограниченный. Мне кажется, что это выражение неуважения к людям. Если говорить о территориальном устройстве Республика Татарстан с двумя государственными языками, татарским и русским, на вашей карте политической России будущего есть? Для меня здесь даже и вопроса никакого нет. Потому что Республика Татарстан – это земля, которая имеет за собой сотни века, сотни, сотни, сотни лет. Это огромная культура, очень глубокая, очень серьезная, пережившая очень сложные периоды своего развития. Это драгоценность, это такой бриллиант в короне России. Как же можно этим распоряжаться, как будто это какая-то просто бюрократическая организация, которую нарезали в советское время под райкомы и горкомы, обкомы. Это совершенно невозможная вещь. У меня другой взгляд на это на все. Ну что же, Григорий Алексеевич, спасибо вам за столь... Спасибо вам. ...ширное интервью. Мне было очень интересно с вами. Всего доброго.